Если кто-то... 6 марта, Даршин в Дели. Если кто-то изучает Писание, те слышно так? Понимаете? И он думает, за один день я достигну всего. Но порой очень тяжело достичь духовных целей. Например, мальчик Браман, он изучает, и он... Если вы будете воспевать времена... Не перевели вопрос. Господь мог остановить... Но, на самом деле, Богован не хотел этого. Внешний Богован говорил, я пришел сюда, как посланник мира. Поэтому, зачем он пришел туда? Чтобы принять сторону пандалов? Богован сказал, я пришел, как посланник мира, посланник мира, посланник мира, посланник мира, чтобы попытаться избежать войны, ссор. Господь это воплощение мира. Господь это воплощение мира. Ее можно избежать. Ее можно избежать. Кришна хотел являть все эти лилы. Господи... Господи... Все, что происходит, это хорошо. Ты должна... Все, что происходит, это желание Господа, спрашивает преданная. Иногда мы думаем, что что-то другое будет лучше. Например, что-то происходит в нашей жизни. Но вы не можете обвинять Господа. Это все было предрешено в соответствии с твоей кармой. Но это не может быть изменено. Его нельзя изменить. Господь может изменить что-то, что должно произойти. Он изменяет все. Но когда Господь это делает? Когда кто-то предается Господу, тогда Господь это делает. Если вы не предались... Но возвышенные преданные... Чем больше вы предаетесь... ...богован все устроит для вас. То, что я хотел сказать. Богован... Если он захочет... То есть войну можно избежать, если он захочет. Но Господь этого не хочет. Это немножко другой уже момент. Все, что должно произойти или нет, все зависит от Богована. Вот почему говорится... Дживы, несмотря на то, что они независимы, они на самом деле зависят. На самом деле у их независимости есть предел, лимит. Если вы свяжете корову веревкой, то эта корова может ходить только лишь в той территории, куда достает веревки. Точно так же независимость дживы, души, то есть плоды кармы дживы, они так же ограничены. И Ваджива, она совершает свою карму. То есть мы находимся... Мы связаны этой веревкой Майи, но мы должны отправиться за ее пределы, за пределы этой веревочки. А когда джива не хочет, что Господь ничего не может с этим поделать? Если джива не желает совершать баджин... Поставь туда, пожалуйста. Некоторые говорят, мы желаем только решать баджина. То есть если Господь хочет, то он совершает баджин, а если не хочет, то нет. Гурдов говорит, это неверно. Может, у тебя какие-то вопросы есть? Расскажите о славе Дхамы, на воде Дхамы. Я расскажу внизу. Вечером еще будет хатха внизу. Вечером мы будет проявляться. Это иначе. Душа, на воде Дхамы. Учера, на воде Дхамы. Не ещё к ней, не ещё к ней. Вечером уже идет, иначе можно будет проявляться. Каждый шаг, который мы делаем в Наудипе, то он дает плоды миллионов Ашмаметха Яги. Это очень могучное Яги, мое животоприношение коня. Дама, покрытая сетью Майи, то есть люди находятся в этой сети Майи, материальной энергии. Когда эта сеть Майи будет отодвинута, то вы узрите трансцендентную обитель. То есть, если человек рождается в Святой Дхаме, это значит, что у него много сукрити? Говорит, да, от сукрити тоже что-то зависит. Что произойдет, если вы омываетесь в Ганге, то все грехи будут уничтожены? Ну, кто первый, кто омывается в Ганге? Рыбак. Вы думаете, что рыбачить – это не греховно? Ловить рыбу? Скажите, не так ли? Чтобы омываться в Ганге, ваши грехи будут уничтожены. Рано утром рыбак погружается в Гангу, чтобы ловить рыбу. Поэтому какова причина? У них нет веры, что эти места являются Святой Дхамой. Они живут в тех местах, но у них нет веры в эти места. Вы сказали утром, что совершать бизнес в Дхаме – это оскорбление. Гурдев, когда мы находимся в Дхаме, мы находимся в сети Майи. Мы это делаем из-за вот этого грубого… То есть это оскорбление, да. То есть если человек осознанно совершает грехи в Дхаме, то это, конечно же, оскорбление. Дхама – это Дхама. Дхама, понимаешь, что такое? Например, осознанно или нет, если вы коснетесь огня, то ваши руки обожгутся или нет? А вы можете сказать, так я же не знал, что он жжется. То есть это подходит под категорию оскорблений, понимаете? Спасибо. Спасибо. Что за бит Panda? Yahoo? Углений. Кто в отличие, куда equilibна. Он высокий спор, опять даже. Нар'а есть, pamię骸 – 언니 Мгл. Знаю, улучшения нет слов, что вот такares может сделать. Я сказал, ко мне. Вы совершаете оскорбление Дхаме, но Дхама не принимает Ваших оскорблений. Дама Прабу не принимает Ваших оскорблений, утром Дхаме сказал, Джагай Мадхай, оскорбление Дхана Прабу, но Дхана Прабу не принял его. Два пьяницы бросили горшок в голову Дхана Прабу, но он их дал, наоборот, приймал. Любовь. Город Дхама – это место в щедрости, откуда уничтожаются все оскорбления. Но Вриндаван – немножко другое место, то есть это только слава на Вадвипе по поводу оскорблений. Когда мы описываем чью-либо славу, то мы описываем благие качества. Понимаете? Точно так же, но у Вадвипа есть особые качества. на Вадвипе, она больше прощает оскорбления. Что такое пылесостоповое щнава? Гуру не принимает? Гуру не принимает? Есть много видов разных катхи, положений разных, аспектов философии. Аспектов философии. Это цвет любви, цвет отречения. А на самом деле... У груды кофточка вот такой вот цвет больше. Шафрановый называется. Это цвет любви к Господу на самом деле. Да. Конечно. Хорошо. 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 Сейчас курсоры держите. Пусть еще будет внизу груды. Там груды уже... Здесь как бы такой вопрос-ответы. А там внизу груды, как чисто откуда я... Ну, без вопроса. Вопрос о свачарате. Что такое ассакте? Это сильная привязанность к Господу. Даже если ты достигаешь чего-то, ты не можешь... как бы... как бы... ну, как бы тебе нужно больше. Что такое привязанность? Ты не можешь жить без этого. Да. И ты постоянно думаешь, как мне этого достичь? Как мне этого достичь? Ты понимаешь? Где же это? Как, например, люди, они постоянно стремятся достигать чего-то материального. То есть, они как бы соблюдают правила отречения только лишь для того, чтобы достичь материального порой аскезы. Совершая баджан, постепенно-постепенно вы всего достигнете. Но вы пришли на один день, слушаете. Но чем вы занимаетесь в другие дни? Ну, вы сказали, по крайней мере, мы можем слушать. Да, вы слушаете. Ну, вы должны помнить о том, что я вам говорю. Вы думаете, вам покушать достаточно одного дня? Нет, вы должны кушать каждый день. Тогда ваше тело будет сильным. А если вы один раз поели, три дня не кушаете? Да. 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 Каких-то делается и ты чувствуешь тому, как когда я занимаюсь, то, когда я делаюсь очень тихо. Ну, когда я буду все релаксовать, то я не могу разобраться. То есть, это будет очень тихо. Я не могу снять все, что у меня ребёнка не будет выглядеть. Иногда смотрим фильмы, преданное говорит. Иногда, Гурдев говорит, ну твоему уму нужно иногда расслабление. Преданное говорит, я не люблю смотреть фильмы. Но ты можешь принимать хорошее из этих фильмов. Как кто-то спросил Гурга Виндага, Свай Махараджа, мне стоит читать, а кто-то спросил Шилу Прапупаду, Свай Махараджа, стоит ли мне читать газеты? Гурдев говорит, а, Свай Махарадж сказал, да, почему? Ну, там же мирские новости сплошные. Но там же что-то и хорошее есть. Что там хорошее? То, что описывает Свай Махараджа. Когда кто-то отправляется на проповедь, вы должны привлечь людей. Поэтому, когда вы даете примеры из газет, то люди будут слушать вас внимательно. Если вы будете только Бхагават Катху давать, то люди почувствуют тяжесть. Они захотят спать. Но если вы будете давать примеры из мирской жизни, то человек, он подумает, о, это же обо мне, это же моя история. То есть человек будет внимательно слушать то, что вы говорите. Это происходит в жизни каждого. Как, например, Бхагавата Катхан. Катха великих царях. Как Шукадай Бхагасвами Патт сказал Парикшит Махараджа. О, царь! Я рассказал о всевозможных материалистичных царях. Почему? Потому что людям нравится слышать эти истории. Когда они слушают, они думают, что, о, это история моей собственной жизни. Если кто-то в этом мире, кто не хочет слушать о собственной славе, вы хотите слушать о собственной славе? Все хотят на самом деле. О, вы такой хороший. Ты так хорошо готовишь. Ты так хорошо поступаешь. Вам нравится слушать об этом? Слушать такие истории? Если вы будете слушать только Бхагавата Катху, у людей не поверится вкуса. Утамутамах Бхагавата. Что бы он ни говорил. Он погружен в лилы. Игры Господа. Как вот шила Джаганадас Бабаджи Махарадж. Джаганадас Бабаджи Махарадж. Он памятовал о Гирадже. А его ученик сказал, о, говернер, то есть работник правительства пришел, чтобы встретиться с тобой. А Джаганадас Бабаджи Махарадж подумал, о, Говардхан пришел, чтобы встретиться со мной. То есть слово похоже, говернер, говардан. В том, что он был погружен в это. То есть это зависит от вашей квалификации. Вы слушаете Харикатху. И все вы будете воспринимать от собственной возможности. Вопрос. Мы можем понять что-то в соответствии со своей квалификацией, но она будет расти. В будущем мы поймем больше. Городов отвечает. То есть, например, когда вы изучаете алфавит A, A, B, B, G, то есть эти буквы, они будут в ходе обучения менять свое значение. То есть вначале просто алфавит, а потом уже это в алгебре будет использоваться, в геометрии, A, B, C. То есть когда вы учитесь на инженера, например, те же буковки, но они уже другое означают. Например, A, B, B, G, D. Это алфавит. И также стороны треугольника можно назвать A, B, C. A плюс B в квадрате. Например, формулы различные. То есть там тоже используются буквы алфавита, но они используются уже в другом значении, в другом ключе. И точно так же катха, она как бы только лишь одна. Но выражение этой харихатхи – это самое важное. Люди в этом мире, они привлекаются тем, насколько... в том, что все хотят слушать. И все хотят слушать. все хотят слушать то, что соответствует их уму то, что они понимают как вот, это катха моя не твоя то есть люди думают, когда Вашнав что-то рассказывают они думают, Гуру Дефану рассказывают это именно мне для меня Богован тоже так поступает однажды Кришна был в Твараке и он жевал Арихбетеля Пан Руквендеви дала его ему и Богован Кришна Дваракатиш он сидел на кровати Рукмини Деви омахивала его Богован подумал в своем уме я так шутил игрался с гопи наверное, мне стоит подшутить так же и с Рукмини что-то не переводит пока то, что Богован говорит это мне это это я не это я это все То есть, зависит от нас, как на шуме работать. Вы думаете, я сделаю что-то плохое. Иногда вы говорите своему мужу, ой, я совершила ошибку, когда вышла за тебя. Но это правда. И если бы я не вышла за тебя, то не было бы этого ребенка, я бы не плакала, ты бы не плакал. Иногда вы говорите своему мужу такое, и он вам говорит. Но это правда. Поэтому иногда эти мысли приходят в ваш ум. Почему я совершил ту или иную ошибку? Почему я вышла замуж? Иногда, когда вы сидите одни, вы думаете об этом. Бхагаван говорит Рукмине, Я сделал что-то неправильное в моей жизни. Рукмине говорит, какую ошибку ты совершила? А, Кришна говорит, ты такая красивая, как мисс Вселенная. А я просто черная личность. Это жена Кришны, Рукмине. Нужно выходить замуж за того же, кто на том же уровне, что и ты. Например, тот, у кого есть качества, не выходит за тех, у кого тоже есть подобные качества. Тот же уровень. Тогда вы выходите замуж за такого человека. И Бхагаван Кришна сказал, Рукмине, я совершила ошибку в своей жизни. Какую ошибку? Ты такая прекрасная. Кто же не захочет взять тебя в жены? Все хотят. Твое служение и все. Прима, которое в твоем сердце. Твои качества. Но, Рукмине, подумай об этом. То есть, я черная, я не на том же уровне, что и ты. Второе, я беден. Но, на самом деле, Господь говорит, я сделал ошибку, я похитаю тебя только лишь из-за меня. Ты скитаешься по лесу на протяжении 14 лет, и ты так сильно страдаешь. Бхагаван. Я махивала его. Бхагаван. Покушал орех брителя. Он пил водичку. И Кришна сказал Рукмини, я совершил ошибку В своей жизни Я взял тебя в жены Ты вышла за меня замуж Мы страдаем от этой Семейной жизни Происходит ли такое в семейной жизни Ну, какие-то временные вещи Они происходят Конечно, нельзя сказать, что В семье совершенно нет счастья И вот сейчас Все слушают и, наверное, думают О, так это же обо мне все Вот спросите себя Все, наверное, так думают Ну, у меня же тоже так И Бхагаван говорит Рукмини, сказал Я не квалифицирую Ты как мисс Вселенная Все хотят быть твоим мужем Кто не хочет быть с Лакшмия? Кришна говорит Никто не хочет Меня Обрести меня Бхагаван говорит Кто хочет обрести меня? Никто не хочет Ну, ладно Те только лишь Бедные святые Они хотят Они хотят Меня обрести Но все остальные Хотят Лишь тебя То есть Люди этого мира Хотят Лакшмия Чтобы у них было богатство Процветание Сказал О, Рукмини Если ты хочешь Рукмини Твой брат Хотел выдать тебя За Шупалу Сказав это Бхагаван Завершил свою речь И услышав об этом Рукмини Заплакала И с возгласами Ха, Кришна Ха, Кришна Она потеряла сознание Почему она потеряла сознание? То есть Когда То есть Почему она потеряла сознание? На самом деле Это Лила Для материальных Людей Иногда Вы спорите Со своим мужем Вы иногда Вы говорите Своему мужу Я Я уйду от тебя Уйду от тебя Ваш муж Иногда вам говорит Да ты ничего В доме не делаешь И вот чуть-чуть Ага Наклоните У тебя нет никакой работы Я вообще-то в офис хожу Муж говорит Столько дней Спасибо Ага Мне нужно на поезде Ехать на работу Там так Там Постоянно такая толпа В этом Метро А ты что делаешь? Ты только лишь Готовишь? Ты спишь? Муж говорит вам Такой или нет? Да Именно это Мой муж и говорит Преданное говорит Это правда То есть мужья Они всегда Говорят о себе О, я столько делаю А ты вообще ничего не делаешь То есть мужья Вам будут Выдвигать эти претензии А вы будете счастливы от этого? Представьте Вы об этом Слушайте Она говорит Да Я всегда Так расстраиваюсь Когда я слышу От собственного мужа Такие вещи Все хотят Слушать О собственной славе Но таким образом Но когда вы Слушаете Собственную славу Ваша Духовность Теряется Не так ли? Я сделал то Я сделал все Я, я Кто постоянно Говорит Вот это Я, я На английском Ме-ми То есть Ме-ми То есть У некоторых людей Есть такая природа Прославлять себя Они постоянно Хвалят себя Вы хотите Вы хотите слушать Собственное Хвало Или нет? Внешне Вы не скажете Но в своем сердце Вы чувствуете Такое желание Не так ли? В трансцендентном мире Так же Все это так Прекрасно Описывается Рада и Гопи Говорят Говинда Гатха Она постоянно Связана с Бхагаватой Катхой Бхакти Так или нет? Все, что бы вы ни говорили В самом начале И в конце Вся Гатха Все истории Ищем от Бхагавата Это прославление Преданных Господа Так и рассказывал Харикадхо О Рукмине Бхагаван Который Держит Чакру Гадха То есть Рукмини Она махивала В этот момент Кришну Он не понимает Он не понимает Он не понимает Ищем от Бхагавана Ищем от Бхагавана Ищем от Бхагавана Что я хочу сказать Что я хочу сказать Я рассказывал историю Рукмини Кришна сказал Рукмини 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 Однажды Пандавы Находились в одном месте Рядом с Джаганатхапуре Буванешваре Рядом с Буванешваром Было одно место Лес Который называется Экам Амракана В этих джунглях В этом саду Очень много деревьев Преданные Идраупаде шли Идраупаде что она сделала Она сорвала Одно манго с дерева И раздался Небесный голос Что он сказал О Драупаде Это манго Которую ты сорвала С дерева Из-за этого Один демон Придет и убьет тебя Она так испугалась Она подумала Что же делать И она Возмолилась Своему мужу Он мой супруг Придет и убьет тебя Какой же он улетит? Мы садимся Другой В этом лесу Что же это? В этом лесу находится один демон Ракшас, посредством его тантра, мантр. В каждом дереве только лишь одно манго, и когда ты сорвешь его, он придет и убьет тебя. Понимаете? Дарупадзе так испугалась, что же делать? И она пришла к пяти бандавам, и я спросила, что же делать? Потому что я сорвала это манго с дерева. Если манго сорвано, то вы не можете его приклеить обратно, то есть намазать там клей и водрузить обратно. То есть то, что уже как бы сломано, то оно сломано. Или то, что сделано, сделано. И она подумала, этот демон придет очень быстро и убьет меня. И она молилась Бхагавану, молила его о прощении. Тогда своим Бхагаван пришел в невидимом облике, встал рядом с Кругминей и все рассказал ей. Бхагаван проявился там, Господь. Он сказал, Дарупадзе, скажи мне, скажи мне честно, «Твои пятеро мужей, кто помимо их привлечена ты? То есть думаешь ли ты о каком-либо мужчине помимо этих пяти мужей?» Своим Бхагаван задал этот вопрос Дарупадзе. «Скажи мне честно, мне лги». Дарупадзе сказал, «Ну, вообще-то да». И там прямо перед ней сидели пятеро мужей. То есть, представляете, если вот ваши мужья услышат, что ваша жена привлечена к кем-то другим, влюблена в кого-то, мужья рассердится или нет? Конечно же, да. То есть, из-за этого возникнут ссоры. Но на Западе... А, на Западе очень часто такое происходит. То есть, постоянно... То есть, люди, женщины говорят, ну, вот такое происходит, я ничего не могу с собой поделать. То есть, здесь такое происходит не очень, но на Западе постоянно, сплошь и рядом. То есть, преданные, они постоянно рассказывают мне об этом, то есть, что при живом мужа там женщина, она другим кем-то привлечается. И так Господь, Он сказал, Дарупадзе, скажи мне честно, при виде кого-то, то есть, как... То есть, ты вот привлечена к кем-то другим, помимо своих мужей? И Дарупадзе сказал, «Да, я люблю своих мужей». Но когда увидела Карна, подумала, вот если бы Карна был моим мужем... Несмотря на то, что у меня пятеро мужей, я не счастлива, я хочу шестеро мужей. Вот если бы Карна был моим мужем, то было бы неплохо. И когда она сказала это, то манго как бы прикрепилась обратно к дереву, потому что она сказала правду. То есть, таково учение в Махабхарате, это Кадха, эта история учит нас, что... Это может произойти с каждым, как с женщиной, так и с мужчиной. Что может произойти? То есть, мужья, жены, они никогда полностью не удовлетворены своими мужьями, женами. То есть, Дарупадзе, у нее было пятеро прекрасных мужей, и она помимо них еще думала о Карне. Потому что Карна, он не хуже ее мужей. То есть, он сын Суурии. У него тоже множество качеств, прекрасных качеств. Это необычная личность. И когда она сказала это, тут же манго, которое было сорвано, вознеслось обратно, прикрепилось к веточке. И в этой истории с Махабхарате описывается какой урок. То, что каждое живое существо, каждый человек, в их жизни возникают такие вещи. У жизни каждого приходят как хорошие, так и плохие вещи. Такое происходит в жизни. Но в шастрах объясняется, если вы думаете об этом, то это уже не подходит. То есть, если вы просто в уме думаете об этих вещах, то это не рассматривается как грех или хорошая благочестивая деятельность. То есть, не влияет на вас никак, если вы не сделаете грех, пока вы думаете. А Карна, он был женат? Преданные спрашивают. Пандавы, они же тоже, у Драупади это не единственная жена была преданная, говорят. То есть, у них было много жён, на самом деле, других. То есть, у Арджуны было как минимум две жены там преданные, говорят. Что вы думаете о работе? Как вы думаете о работе… Что сейчас ты думаете о работе? Вдруг? Ага. Ага. Что это было? Что это было? Что это было? Например, в вашем классе, в общем, они там что-то разговаривали, немножко пропустилось, и Гордов говорит, бывает так, что вы первый в классе, ну, в общем, там какая-то шутка, что, а он единственный в классе был, я не поняла, с чем это связано, не было перевода. Все истории, то есть очень, то есть в Шимат-Магава там много историй, как бы подобных, таких похожих, как бы на материальной истории, но на самом деле туда всегда вложен какой-то духовный урок, потому что обычным людям нравятся такие истории. В Третьей Сандарбе описывается любовь, которая у вас направлена к материальному, на самом деле вы можете ее перенаправить на Господа, то есть вот, что вы должны делать, ту любовь, которая у вас направлена на мирское, вы должны перенаправить на Господа. Итак, вы привлечены к материальному, и вы должны перенаправить это на Господа. Все материалистичное, что бы вы ни видели, видите, то есть когда вы это применяете на себе, когда вы слушаете Аху Рукмине, Богован говорит, о, Рукмине, ты такая красивая, о, Рукмине, все хотят выйти за тебя, жениться на тебе, но наша свадьба была ошибкой. На самом деле Богован хотел сказать, Рукмине не хотел брать тебя в жена, твой брат хотел тебя выдать за Шашупалу. То есть все уже было готово для твоей свадьбы с Шашупалой, но пришел Нарадариши и рассказал тебе о славе, о моей славе. И Рукмине подумал, а как же мне достичь Кришну? Когда Рукмине написала письмо Кришне, о, Кришна, о Говинда, сегодня пища, предназначенная льву, направляется к Шакалу, будет отдана Шакалу. Что это значит? Пожалуйста, защити меня. Тогда Богован похитил Рукмине. Каков смысл слушания этой катхи, этих историй? Богован является лилой подобно человеческим, но там всегда вложена духовность. Все эти истории исполнены трансцендентно, в духовности. Как Бактимон Дакор говорит, то есть та же любовь, которая у меня есть к материальному, то ту же самую любовь я хочу направить на Тебя, О мой Господь. То есть вся любовь, которая у меня есть к материальному, я хочу направить на Тебя. Только лишь ту привязанность, которая у нас есть к материальному, мы должны перенаправить ее. Нервешайшая, то есть императационалисты, они все отрицают. Но преданные говорят, все, что у нас есть, должно быть направлено на Господа. Это нужно направить только лишь на Господа. И когда мы направляем это на Бхагавана, то это и есть Бхакти. И тогда возникает Прити, любовь. Прити Сандарбе, Шиладжио Госвами, описывает это. Вы можете увидеть это в шлоке. Материалистичные люди, они всегда погружены в материальное. Они всегда думают о материальном. Как получить денег? Как заработать? Деньги, конечно же, нужны. Все, что вам нужно, вы начинаете думать об этом. Знаете, студенты, ученик, он всегда думает, как достичь знания, как накопить знания. Он думает, думает. Все, что вы думаете об этом мире. Например, в саду святой, чего он хочет? Я хочу, чтобы много людей приходили и слышали мою Катху, слышали о Господе. Как Шилы Бхактистан Сарасвати Даккуру говорил. Я хочу купить самолет. Почему? Я хочу очень быстро отправиться с одной стороны земли на другую и всем рассказывать Бхагават Акадху. Игры Господа. Вы понимаете? А премьер-министр, он что думает? Я хочу отправиться с одной стороны в другую, чтобы устраивать благо своей стране. То есть, все хотят... То есть, как бы, действие то же самое, но с одной стороны, как бы, духовное, с другой стороны, материальное. Шилы Бхактистан Сарасвати Даккуру – это Маха Бхагавата, собужденная душа, величайшая душа. Он говорит, я хочу построить 108 храмов. Шилы Бхактистан Сарасвати Даккуру говорил. Почему? Тогда тысячи людей придут и будут слушать мою Харикатху и получать благо. И другой материалист думает, я хочу много денег, и чтобы у меня были дома в разных странах, и куда... То есть, летом я буду жить в такой стране, зимой в другой стране. То есть, действительно, богатые люди, они вот так вот думают. Что бы в каждой стране подумало. То есть, аристократичные люди, как вот, например, в арабских странах, то есть, люди, они... у них столько денег, они вот это делают. То есть, богачи из арабских стран, они даже строят эти острова в океане и строят там свои дома. Вы хотите того, что сами себе представляете. У всех есть... У всех одни и те же желания. Какие желания? Материалистичные люди хотят материального. Материалисты хотят достичь всего, но только не Кришну. На саду они хотят, чтобы все слушали Катху. Хочу хорошее место. Как вот в Навдрипадхаме. Я хочу всю Навдрипадхаму, чтобы рассказывать о Господе. Чтобы много людей приезжало. Сколько у нас комнат в храме в Навдрипадхаме? Триста комнат. Но так или иначе, все равно этого недостаточно. Я хочу, чтобы еще больше людей приезжало. Но это только лишь смысл, чтобы слушали Харикатху. Саду хочет всего этого, чтобы люди могли слушать Харикатху о Господе. А настроение материалистов, они думают о материальном. А настроение преданных, они хотят всего только лишь для Господа. Я хочу, чтобы все слушали Бхагаватху. Харикатху. Туда си парикру, не? Да, я сила груды веки и займешь.